Здравствуйте, это программа Город Эсс, и я Елена Черневская. Железная дорога – зона повышенной опасности. Но есть люди, которые, глядя на плакаты, пропагандирующие правила безопасности граждан при нахождении в зоне повышенной опасности, все равно продолжают их нарушать. Но больше всего поражает то, что как поступают взрослые, которые подают пример своим детям и внукам, забывая, что в конечном счете они рискуют жизнью. В целях профилактики транспортных происшествий в зоне движения поездов в Самаре были проведены мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма на железной дороге. Вот подробнее о них я говорю сегодня с моими гостями в студии. Алла Нечисова, начальника отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте. И Наталья Егорова, учитель-дефектолог детского сада номер 384 «Звездочка». Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что же, традиционно после зимних каникул, да, новогодних праздников мы встречаемся. И первый вопрос, Алла Альбертовна, у меня к вам также традиционен. Расскажите, пожалуйста, какие цифры можете привести по детскому травматизму, ну вот, за последнее время? Я хочу сказать, что все-таки дают результаты наши, дает результат наша профилактическая работа. Ну, можно даже кощунственно сказать, что всего одно, один несчастный случай, это не всего, он есть, но он один. Это не 10, не 15, не 8, а один. Да, с девочкой, 16-летней, произошло несчастье в похвестнево. В позднее время суток, в темноте, в наушниках ребенок шел. То есть опять наушники, опять недоговорили, опять недопредупредили. То есть шли работы ремонтные там, где она обычно ходит, в безопасной зоне, и она стала обходить, и, естественно, не услышала и не увидела поезд. И поэтому такое страшное несчастье в их семье. Поэтому мы, ну, ни на минуту не отвлекались. То есть работа по детской безопасности у нас, ну, никуда не уходит, и в праздники, и в выходные. Мы только этим стараемся и заниматься, потому что это краеугольный камень. Потому что, ну, не должно несчастья в семью приходить. Ну, уже, ну, все возможности исчерпаны, но мы находим новые формы. Потому что, повторяю, дети должны быть счастливы. И забота детей, вот, и родителей о безопасности детей – это и есть проявление любви. Ну, я знаю, что буквально к нам на эфир вы пришли с очередного рейда. Давайте расскажем об этом, поговорим. И что, собственно, удалось выяснить, узнать, увидеть Алла Альберта? Вот сегодня у нас с раннего утра рейд мы проводили, ну, скажем так, опасениям, которые внушают опасения. Я не буду говорить там неблагополучно или что-то, всякая ситуация бывает, вызывает опасения. Да, вот за сердце порой хочется взяться. Детское горе. Ребенок стесняется, там, пьяного папу, который лежит на полу. Ребенок стесняется мамы, которая в непотребном виде грязная, неумытая, непричесанная. И хочется кушать, а ничего нет, и холодно. Это детское несчастье. Его не должно быть. И мы почему по таким семьям ездим? Это поселок, допустим, Запонской. Он располагается рядом с железной дорогой. Железная дорога, ну, прям по подоконнику практически проходит. И эти дети, скажем, голодные, холодные, мамы с папой недосмотренные. И они идут куда? Они идут гулять. И куда идут? На железную дорогу. Может быть, там что-то стащить потихоньку. Может, там кто-то что-то из рабочих угостит. Но дети есть дети. Они маленькие. И вот дабы предотвратить такие несчастья, мы идем в эти семьи. Мы работаем с 134-й школой, которая там находится. И вот вы знаете, что я хочу сказать? Мы такое мероприятие провели вместе со школой. Заинтересовали всех. Даже, скажем так, семьи, которые не совсем социально правильно себя ведут. Мы старались, мы это делаем. Ну, я суеверный человек, я по дереву постучу. Не было у нас в этом году несчастья. Не произошло там. Но, опять же, мы будем работать и продолжать работать. Потому что это самое главное в нашей работе – удержать детей. Спасибо вам большое. Сегодня вы на программу к нам пришли с Натальей Альбертовной, учитель-дефектолог детского сада. И я так понимаю, что совместная работа вместе у вас также налажена. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве. В этом году традиционно в гости к нашим воспитанникам группы компенсирующего обучения пришли сотрудники транспортной полиции. Дети, конечно, были в восторге. Второй визит Деда Мороза – это большая удача и счастье. Тем более, что с детьми не только побеседовали о безопасности на железной дороге, но еще и подарили подарки каждому ребенку. И к тому же на группу подарили большую деревянную железную дорогу и конструкторы. Дети, в свою очередь, подготовили стихи, хоровод. И Дед Мороз тоже вместе с ними там танцевал. Очень теплая, дружеская атмосфера. И, кроме того, работа по профилактике травматизма детей на железной дороге. Пусть они в 5-6 лет еще не гуляют одни, но ведь они и живут, многие дети, поблизости с детским садом. А у нас недалеко проходит железная дорога. И через несколько лет они уже будут гулять без взрослых. И тогда полученные еще в детском саду знания о правильном поведении на железной дороге могут пригодиться. То есть вы, как педагог, совершенно точно уверены, что вот эти знания, эти яркие впечатления, которые получили дети, они им запомнятся. И потом вот где-то пригодятся, они об этом вспомнят? Я на это надеюсь. И потом у детей формируется положительное, позитивное отношение к сотрудникам МВД. Это тоже важно. Доверие. И если, может быть, ребенок обратится когда-то за помощью в сложной жизненной ситуации, не обязательно связанной с железной дорогой. И это тоже дорогого стоя. То есть люди в погонах не будут вызывать какого-то страха, опасения, а наоборот. Уважение и доверие. И это тоже важно. И это социализация для детей. Потому что некоторые теперь собираются в полицию идти работать. Уже в таком юном возрасте. Задумываются об этом. Да. У нас есть небольшое видео, которое вы нам любезно предоставили. Спасибо большое. Как проходил этот яркий праздник в вашем детском саду. Давайте все вместе посмотрим и порадуемся. Малыши, малыши, малыши. Ты нам мишку покажи, мишку покажи. Курый мишка за шагом, за шагом, за шагом. Всем нас медом угощал, йогу украшал. Ёлку любят малыши, малыши, малыши. Малыши, нам лисичку покажи, детям покажи. Совместная работа детского сада и линейного управления по профилактике правонарушений и детского травматизма. Алла Альбертовна, а вот на ваш взгляд, в чем важность этой работы? Важность этой работы, вы сами понимаете, что мы работаем не только с ребенком, а с его семьей, с его родителями. Да, мы принесли раскраски, мы принесли книжки, буклеты. Детский сад их распространит в семью. Семья посмотрит, поговорят. Дети же, они приходят, они же докладывают все, что произошло в детском саду. К нам приходили полицейские, они нам рассказывали вот это, вот это и вот это. И Наталья Альбертовна мне рассказывала, что да, родители интересуются, спрашивают, а зачем, а что. Да, и понимаете, я хочу сказать, что вот эти, мы даже посмотрели, даже работы детские, они там нарисовали полицейского, нарисовали полицейскую собаку, потому что она тоже приходила. Ну, это очень важно, именно вовлечь семью в работу. И семьи, понимаете, мы привыкли вот работать, идти, может быть, я сейчас крамольную вещь скажу, с удобными детьми, отличниками, хорошистами, а мы здесь работаем со всеми семьями и с родителями. То есть привлечь их в совместной работе, к творчеству, чтобы родители видели, чем занимается их ребенок, как он общается с товарищами, как он адаптирован вот в этой среде и детской, и во взрослой. То есть, ну, повернуть ребенка и родителей, и нас друг другу лицом. Потому что мы и родители, ну, мы соратники, мы помогаем им воспитывать детей. И, ну, они наши главные помощники, а мы главные помощники их. Ни они без нас, ни мы без них, мы не сможем. Наталья Альбертовна, а вот все-таки специфика этой работы, ну, как малышам объяснить, что не нужно ходить на железную дорогу, не нужно играть вблизи? Ведь это ведь нужно не просто лекции какой-то скучной, да, о форме игры, может быть, какого-то интерактива. Вот как вы работаете над этим? Вы знаете, когда к нам в прошлом году приходили тоже сотрудники транспортной полиции с поздравлением, они сделали целый, как сказать, видеофильм с составскими мультипликацией. И там в стихотворной форме, с картинками, с видео они показывали, как нужно правильно себя вести и что не нужно делать на железной дороге. Дети такую информацию и лучше усваивают, и с интересом смотрят. Ну, и, конечно, тоже чтение художественной литературы и про дядю Степу и так далее. Дети, конкурсы рисунков, все это вместе задействовано в работе с детьми. И беседы, в том числе беседы родителей. Мы об этом просим. Это откладывается в памяти детей. Может быть, они не могут сами сейчас прочитать лекцию, как там правильно вести себя на железной дороге, но у них есть представление об этом. А когда еще и ровесники показывают ролики, показывают свое творчество, это, наверное, откладывается, да, еще больше, еще сильнее. У нас просто есть вот одно такое видео, очень интересный ролик, когда ребенок сам объясняет, что нельзя хулиганить на железной дороге. Можно предысторию от этого? Да, конечно, Алла Бертова. В этом году мы проводили челлендж. Ну, много говорим, много показываем детям. Мы из детский сад много очень мультфильмов отправили, раскрасок. Но такая идея, что железная дорога – не место для игр. Это первая строчка небольшого стихотворения. Вы знаете, весь Запанской всколыхнулся. Я хочу сказать спасибо администрации школы 134. Вы знаете, все буквально, там уже стали всеми соревноваться. У кого же лучше, у кого интереснее. Вот в ролике, вы же видите, даже на фоне поездов сумели сделать. И действительно рассказали, что железная дорога – не место для игр. И они уже обсуждали. Вот Ивановы так сделали, а мы пойдем вот так сделали, а мы еще лучше сделали. И дети-то были вовлечены. Понимаете, опять же, повернули родителей и детей к этой проблеме. Я говорю, а 134-я школа, там поезд почти по подоконнику ходит. И как дети, с каким вовлечением все это было сделано, и как администрация школы поддержала это, ну, знаете, дорогого стоит. Давайте посмотрим один из таких роликов. Железная дорога – не место для игры. Ведь поезда там ходят опасно и быстры. Поэтому, ребята, игра не нужна рядом. А лучше от дороги подальше отойти. Продолжая все-таки тему, Алла Альбертовна, ну, творческого начала, конечно, у вас не занимать. Над чем сейчас еще работаете? Может быть, ближайшие какие-то конкурсы будут интересны, челленджи? Будем проводить конкурсы. Ну, мы смотрим, на базе какой школы провести. Потому что мы же не можем только 134-ю школу брать. Ну, 134-ю, допустим, 153-ю школу мы хотим с ними поработать. Мы хотим вернуться опять. Вот есть интерактивный кукольный спектакль. Мы хотим к ним обратиться и проехать по школам. Уже немножко забылось за время ковида. Ну, опять детки подросли, новые. И съездить и показать, провести конкурсы рисунков. Железная дорога сделала нам распечатки. То есть сначала идет лекция для маленьких. Ну, там класс до 5-го, до 6-го. А потом мы раздаем вот эти листочки формата А4. И там надо раскрасить только то, что правильно. А что неправильно, черным цветом. Знаете, как с удовольствием они все это делают? Уж черный, так черный там получается. Там, например, ленок идет неправильно, в друг к пути переходит. То есть у него наушники. Вот наушники аж прям чернотой отдают. Или идет поезд, все дети играют ярко, красиво, а двое залезли на крышу поезда. Тоже. Ну, детям это запоминается. Они несут это домой, все показывают. Ну, а потом конкурс рисунка мы проводим. И сейчас вот мы обдумываем, может, мы еще ролик снимем сами. Мы же в этом году один ролик сняли про граффитистов. Растолковая, статью 214. Там даже я снялась в виде Нонны Мартюковой. Там по, скажем так, по следам вот этого фильма «Биллиантовая рука». Знаете, как нам самим понравилось. Самим понравилось. Наталья Альбертовна, скажите, ну вот мероприятие прошло, да, приходила транспортная полиция. Ну, а жизнь-то дальше продолжается. Как еще вы со своими детьми работаете по профилактике на травматизм именно на железной дороге? Мы планируем в этом году провести проект с детьми именно по безопасному поведению на железной дороге и на автомобильной дороге. Привлечь к этому проекту также участие родителей. То есть там тоже будут и рисунки, и чтение литературы, и книжная выставка и так далее. Ну и, возможно, если получится, на, так сказать, финальное мероприятие пригласим в гости Аллу Альбертовну, чтобы еще раз закрепить информацию. Показать уже, может быть, какие-то небольшие результаты, да? И с родителями поговорить, и с детьми еще раз поздороваться. Они нас помнят. А вот как, кстати, родители реагируют на, вот, если можно так сказать, социальную реабилитацию общения сотрудников полиции? Да, мне кажется, положительно. Потому что сначала, да, удивление, что это они пришли, что случилось. А потом, когда начинаешь рассказывать, показываешь книжки, показываешь раскраски, показываешь детские работы, они понимают, что это необходимо. И детям-то интересно. А если детям хорошо интересно, то и маму с папой интересно. У нас есть, да, у нас есть еще один ролик детский. Давайте его посмотрим. Железная дорога не место для игры. Налево и направо, скорее ты посмотри. И, коль убедишь боезд, быстрее пропусти. А если будет рядом, подальше отойди. Скажите, пожалуйста, воспитывается ли ответственность у детей за несоблюдение правил на железной дороге? Или все-таки это больше зона ответственности родителей? Как вы считаете, Наталья Бертонова? Я считаю, что в любом возрасте, когда ребенок уже в садике, а не в веслях, своевременно проводить на эту тему работу. Она не бывает ни к месту. Это все равно запоминается ребенком. Может в дальнейшем им использоваться. Да, объясняют на примере сказочных персонажей, каких-то животных в этих роликах, в раскрасках, что так вести себя нельзя. И он сам виноват, что он так себя повел. И не нужно рисковать своим здоровьем. И дети это тоже запоминают. И вот возвращаясь к вопросу о том, как родители реагируют. Родители в группе Вайбель пишут, какие они молодцы. Сразу видно, что детям интересно. А еще они спрашивают, какой породы была та настоящая живая полицейская собака, которая приходила вместе с полицией в гости к детям. Вот этот вопрос очень важен. Алла Альбертовна, а вот мы говорим о профилактике каждое время, годы и летом, и осенью, и весной. Скажите, а специфика какая тут в зимний период существует, опасности именно для детей, для взрослых? Во-первых, обледенелость полотна, обледенелость тропинок. Особенно, когда ледяные дожди вот эти шли, да? Да, дожди. И вы понимаете, есть специальные настилы, есть специальные проходы, которые очищаются своевременно. Там насыпается реагент. А вот эти тропы, ну как их назвать, мы их называем козьи тропы, которые вот так петляют, идут, и там и упасть можно, и споткнуться, и камни торчат. И люди вот не понимают, что там можно просто съехать. Там можно даже травму-то получить, и не под поездом, а самому упасть, головой удариться, лишь сломать себе что-либо. Вот своевременность, вот эта очистки железнодорожного полотна, не полотна, а путей подхода, вот это главная задача. Особенно вблизи учебных учреждений. Поэтому не стоит искать коротких путей, попытаешься на минуту сократить свой путь, а получится на жизнь целую, сократишься. Поэтому зимой своя специфика. Ну и опять же, многие ездят в электричках, ну скользко, надо помочь ребенку объяснить, подсадить его, там не нестись, не сшибать с ног бабушек, пенсионерок. То есть зимой, ну скажем так, опасно довольно-таки. Вы чаще проводите зимой профилактические рейды? Да мы рейды постоянно проводим. Тут нельзя сказать, что чаще рейды. Независимость. Независимость. Вне зависимости от времени года. Лето будут у нас кататься дети на скейтах, на велосипедах и нестись через железнодорожное полотно. Зимой вот у нас горки вот эти. Насчет горок мы их безжалостно рушим. Вот честно говоря, безжалостно. То есть горки, которые получаются, да? Да. Самые насытные рядом с железной дорогой. Идите там кататься. Все горки удаляются моментально. Пишется представление. И все это не через 24 часа, а через 24 минуты. Все это убирается. Потому что это очень опасно. Мало того, подскользнулся, вылетел на железную дорогу. Ты из горки так упадешь, что опять же, повредишь себе какой-то орган, руку, ногу. Поэтому зимой своя специфика, летом своя специфика. Весной, когда будет все таять, объяснять детям, что ни в коем случае нельзя обходить улицы, вернее, лужи по железной дороге. То есть, ну, нет у нас такого, где-то больше, где-то меньше. Ударная работа по профилактике травматизма, она всегда. Ее ослаблять нельзя. Ну, вот вы, кстати, очень часто говорите про травматизм на железной дороге. Ну, а многие говорят, да ну что, вот, мол, они там сидят и рассуждают. Поезд, видно, очень еще издалека, когда он идет, гудит, и можно 10 раз перебежать туда и назад железнодорожные пути. Вот развитие раз и навсегда этот миф. Вы знаете, поезд идет, у него тормозной путь от километра, он не машина, он не остановится моментально. Это раз. Потом пути, их много путей, они пересекаются, сужаются, расширяются. И самое главное, что не увидите вы этот поезд, особенно если он в спину идет. А уж если вы идете в наушниках и в капюшоне, вы никогда не увидите и не услышите. Вот я вам могу сказать, как специалист, вот даже уже не 90%, а 100% несчастных случаев с подростками и со взрослыми – это наушники, это капюшон. Не видели и не слышали, как поезд приближался. Шли, и поезд шел в спину. Поезд шел, гудел, гудел, гудел. Не слышат люди. Поэтому, ну, нельзя убежать, нельзя перебежать быстро. И это все-таки кажется, что вот рельсы, вот они там побежали. Они высокие довольно-таки. И насыпана там щебенка, по ней очень тяжело бежать. И лучше подождать, пусть поезд пройдет. И тогда спокойно идти, и детям это показать. А то у нас были случаи, вот стоит поезд. Папа с девчонками 3, 4, 5 лет под поездом переходил. Ну, как вот дети потом точно так же себя поведут. И иногда вот в беседе с детьми, что в школе, что в детском саду. А наш папа всегда так делает. И мама, ну, папа же, это же авторитет, это же самый умный, самый сильный. Поэтому, уважаемые родители, ну, будьте бдительны, будьте внимательны. Любите своих детей, заботитесь об их безопасности. Наталья Альбертовна, вот как бы вы, как педагог, оценили профилактическую работу деятельности вот Аллы Альбертовны и ее ведомства? Я считаю, эту деятельность очень результативной. Но результат может быть виден не сразу, в силу того, что у нас у детей маленький возраст. Может быть, через 5, через 10 лет ребенок, оказавшись на железной дороге без взрослых, потому что уже будет гулять без мамы на улице, вспомнит эту информацию, она, может, кому-то спасет жизнь. И это, я считаю, самый благоприятный результат такой работы. Ну, я вам больше хочу сказать, у нас очень большой такой, да, опыт общения. А здесь больше накопительный эффект. И Алла Альбертовна, да, со своими коллегами проводит работу в детский сад, потом в школу, потом в училище, потом в вузы. И, возможно, когда ребенок, выйдя из детского сада, уже учась в школе, вспомнит, что, да, ко мне приходили тогда, и сейчас эту информацию он будет воспринимать совершенно по-другому. И уже в подростковом возрасте он эту же информацию будет воспринимать по-другому, но поймет и запомнит только одно, что железная дорога – это не место для игр во всяком случае. И нужно быть всегда внимательным. В первую очередь это внимание. Ну, и, конечно, совершенно верно, это авторитет взрослых, которые всегда подают пример. Алла Альбертовна, может быть, еще расскажете какие-то последние резонансные случаи, вот на что именно нужно еще обратить внимание, когда приходится ежедневно сталкиваться с железной дорогой, возможно, подросткам, которые ездят на электричках? – Да. Во-первых, подростки, уже достигшие возраста 16 лет, не подлежат административной ответственности. На них составляются протоколы. Мама и папа порой даже не знают об этом, не говорили. Может быть, ребенок приехал откуда-то из дальнего села учиться сюда. Очень же много детей приезжает и говорят, да ладно, а что он такого делал? Ну, пролез под поездом. Извините, это административное наказуемое правонарушение составляется в протокол. Курит он в поезде? Ну, извините, в поезде курить запрещено. Во-первых, все там может резко воспламениться, но, во-вторых, он мешает всем остальным. И вот эти брожения по вагонам с сигаретой. Ой, да он курил электронную сигарету. Запрещено, значит, запрещено. Раз нарушает, значит, будет составлен протокол. Это хождение перед близкоидущим поездом. Но нельзя этого делать, можно поплатиться жизнью. Это выбрасывание мусора из окон. Это тоже административное законодательство, за которое тоже подростка с 16 лет могут привлечь к ответственности. А какая ответственность, Алла Альбертовна? Это штраф? Это штраф, это штраф. Извините, у них стипендии не такие большие, чтобы оплачивать штрафы. То есть привлекаются лично, не родители. А если ему нет 16 лет, то родители будут привлекаться. Мы детям всегда расстолковываем. Ваши мамы и папы, уважаемые люди, вы согласны? Согласны. Но почему маму и папу пригласят в комиссию по делам несовершеннолетних и будут ругать и говорить, что вы не занимаетесь воспитанием, что ваш ребенок так некрасиво поступает? Вот она начинает чесать затылки. То есть родители тоже должны проводить эту работу, получается, когда подросток сталкивается ежедневно с электричкой, да? Конечно. Многие ездят на электричке. И вот мы сейчас, особенно перед Новым годом, мы новые ролики наши, мы через Министерство образования распространили во все учебные заведения. И постарались, чтобы они были на всех сайтах. И попросили еще в родительские группы для домашнего просмотра. Потому что 16 и 17 лет, он все равно ребенок. Да и 18-19, папа с мамой посмотрите, побеседуйте, он все равно ребенок. Мы постоянно, ну скажем так, раз в 2-3 месяца мы новые ролики. Не по 1-му, по 2-му, а сразу по 5-му, по 6-му. И самое главное, что у нас психологи эти ролики отсматривают и дают разрешение. Там 7+, 12+, это необходимо. Сели и посмотрели, ну просто ради интереса. Ну а в детский сад мы стараемся, ну мультфильмы. У нас очень много мультфильмов, где вот, ну скажем так, наглядно и по-доброму детям рассказывается об этом. Ну что же, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за очень интересную беседу. И в конце, по традиции, хочу предоставить вам заключительное слово. Наталья Альбертовна, а что бы вы хотели пожелать своим коллегам, которые работают в детских садах, возможно, вот по таким мероприятиям, которые проходили у вас совместно с Железной дорогой, с Лениным управлением? Я хочу пожелать коллегам также продолжать активно работать с детьми по развитию у них представления о безопасном поведении и на железной дороге, и на автомобильном транспорте, и вообще в городской среде, чтобы все наши воспитанники были здоровы и в целости и сохранности. Пусть у них все будет хорошо. Тогда и нам будет хорошо и весело. Спасибо. Алла Альбертовна, пару слов. Я хочу пожелать своим коллегам настойчивости и поступательности в их нелегком труде. Да, труд нелегок. И порой действительно, вот Наталья правильно сказала, что, ну, не сразу результат увидишь, но когда его увидишь, ну, согласитесь, это бальзам на душу. Вот можно я вот скажу прямо одно слово. Когда парень, незнакомый практически мне, ну, немножко обросший там, ну, в форме военной, со знаками, сами понимаете, какими, Z, сошел, забегает, Алла Альбертовна здесь? Я удивлю, да, а вы кто? Да посмотрите на меня внимательно. Вы что, меня не узнаете? Да вы меня постоянно в приюты домой в Уфу отвозили. Это я же вот то-то, то-то. А сейчас, да, я воюю. У меня семья, жена, две дочки. Ну, знаете, как приятно. Вот знаете, вы остановили мальчишку, ну. Да, наставили на путь истинный. Да, член общества, замечательный, здоровый. И, мало того, ну, я знаю, что он расскажет, он уже никогда плохо не поступит. И пришел сказать вам спасибо, что особо ценно. Спасибо еще раз за участие в программе. Ну, а я хочу сказать, берегите, пожалуйста, своих детей. Не позволите играть им вблизи железнодорожных путей. Ведь в ваших руках самое главное – жизнь ребенка. До свидания. До свидания.